18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регионы. Я Татьяна Григорьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Пока мы будем помнить о подвигах наших дедов, отцов, братьев, мы непобедимы. Те, кто в море, в воздухе и на земле. В Анапе мужчин поздравили с Днем Защитника Отечества. Служивых и ветеранов отметили по-особому. Это даст нам возможность осуществить многолетние планы по благоустройству нашей станицы. От Анапы и до самых до окраин. Проекты благоустройства сельских территорий наравне с городскими поборются за федеральные деньги. Лишить птичьих прав. В Анапе в борьбе с вредными пернатами используют нетривиальный подход. В этом году исполняется 100 лет со дня образования Советской Армии. Праздничная дата остается неизменной до сих пор. В Новой России 23 февраля отмечают День Защитника Отечества. Ветеранов, солдат, офицеров, юно-армейцев и всех мужчин Анапы с праздником поздравил глава города-курорта Юрий Поляков. Красная, советская, непобедимая и легендарная. В эти дни, 100 лет назад, войска Германии и Австро-Венгрии разорвали перемирие и начали продвигаться к Петрограду. Небольшие отряды по 50-100 человек занимали целые города, не встречая сопротивления. Тогда новая власть фактически в пожарном порядке начала создавать собственную армию. Уже к концу февраля появились первые очаги сопротивления противнику. Вениамин Куприянович призвался в августе 44-го на следующую войну. Желание было первое, и ты в армии. Понимаешь, вот мы, я даже вытянулся, я многодетной семьи, и отца забрали. Могли бы оставить, как кормильцы. Настроение у нас было вообще. Мы два дня играли на бояну, ждали, пока поезд подойдет, у Тихорецкого. 23 февраля – дата, которая остается неизменной в официальном календаре. По мнению летчика, ветерана Афганистана Сергея Ситала, все дело в здоровом консерватизме военных, которые не привыкли разбрасываться традициями. Я бы сказал, что это есть и в советской армии, и в российской. Даже взять нынешние примеры, взять в Сирию еще что-то. Ведь пацаны совершают чудеса. Реально. Ветеранам вручили цветы. Те, кто в зале надеются, что следующее поколение будет видеть оружие разве что на парадах. А может, кто-то свяжет свою жизнь со службой в армии. Более 30 человек получили благодарственные письма главы города. Среди них – солдаты и офицеры Анапского гарнизона, ветераны войны, локальных конфликтов, казаки. В первую очередь, я хотел бы, чтобы было мирное небо у всех у нас. Я вам всем желаю здоровья, успехов, всего вам самого хорошего. Пока мы будем помнить о подвигах наших дедов, отцов, братьев, мы непобедимы. С праздником вас, дорогие товарищи! Обращение «товарищ» в армии также остается неизменным уже сотню лет, как и главная идея праздника – чтить всех, кто защищал Русь, Россию, Советский Союз, начиная с летописных времен. Шли времена, менялись названия. Стал День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сегодня День Защитника Отечества. Но смысл во все времена оставался один – быть готовыми к защите Отечества. И сегодня, желая всем мира, добра, мы гордимся подвигами наших всех поколений, которые взорвали эту славу. Объявляется минута молчания. Гирлянда памяти отправляется к вечному огню в сквер боевой славы. Для многих, кто побывал в боях 23 февраля – еще один праздник со слезами на глазах. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Организационные моменты выборов президента обсуждали сегодня в администрации. Председатель территориальной избирательной комиссии Анапская Татьяна Завизион провела встречу с представителями политических партий. Обсудили вопросы информирования избирателей о голосовании по месту нахождения, о работе в участковых избирательных комиссиях членов с правом решающего голоса, субъектом выдвижения которых являются партии, о предстоящей учебе наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Татьяна Завизион рассказала о том, какую работу проводят в настоящее время участковые избирательные комиссии. Также в рамках встречи были рассмотрены вопросы, волнующие представителей партий. 18 марта анапчане смогут выбрать не только президента страны, но и новый облик своего двора, парка, сквера или улицы. В рамках федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда» общественная комиссия определила 14 территорий для современного благоустройства. Где будет наведен лоск в первую очередь решат сами жители. В проекте участвуют не только городские, но и сельские территории. Мы побывали в отдаленных округах муниципалитета и узнали, каких изменений ждут сельские жители. Хутор-Уташ – один из удаленных населенных пунктов. Население порядка 700 человек, более 100 из них – дети. Свободное время они проводят на этой детской площадке. Ей более 10 лет, конструкции устарели и требуют обновления. Также сюда просится и комплекс спортивных тренажеров. Многие даже взрослые люди занимаются спортом, бегают по поселку. Детки, школьники, подростки тоже. Турники мы можем и сами установить. Нам главное тренажеры и площадка, чтобы не была она такая по технике безопасности металлическая и не падала, не ржавела, не ломалась. По факту это единственное место в хуторе, где могут собираться не только маленькие жители, но и ребята постарше. Установка спортивных снарядов, по мнению жителей, решит проблему досуга сельской молодежи. Площадка нам нужна для того, чтобы проводить полноценные мероприятия, спортивные мероприятия, так как детям негде заниматься больше. Это единственное место, куда может приходить молодежь, подростки, провести свой досуг, свое время. А в Станице Благовещенской предложили к рассмотрению сразу четыре проекта. Один из них – реконструкция стадиона. Здесь нужен ремонт детских аттракционов, а также комплекс спортивных тренажеров. Не помешало бы и качественное освещение, чтобы можно было заниматься спортом и в вечернее время. Мы, жители Станицы Благовещенской, очень обрадовались, узнав, что мы вступили в программу по благоустройству «Комфортная среда». Это даст нам возможность осуществить многолетние планы по благоустройству нашей Станицы, чтобы она была еще краше, еще лучше, современная и очень любимая и жителями Станицы, и гостями курорта. Также Станичники включили в проект замену деревянной основы на детской площадке в центре Благовещенской и озеленение зон отдыха. Здесь же благоустройство пешеходной дорожки, ведущей к морю. По проекту «Формирование комфортной среды» мы включили дорогу в протяженности километра, центральная наша дорога, которая идет к морю. Летом здесь очень много людей ходит на море, но отдохнуть, сидеть людям, которые… ну негде, абсолютно негде. Какие проекты воплотят жизнь в первоочередном порядке, решат сами жители. 18 марта у каждого будет возможность проголосовать за свой парк, сквер или двор. Счетные комиссии расположатся вблизи избирательных участков. Сама программа рассчитана до 2022 года. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Пользователи социальных сетей предложили решение проблемы с парковкой возле городской поликлиники. В публичном сообществе анапчане обсуждают платную и при этом часто пустующую стоянку, буквально в двух шагах от социального учреждения. Как уверяет автор поста, воспользоваться услугами этой стоянки простым людям не дают даже за деньги. Наши корреспонденты на месте разбирались в ситуации. Такую картину возле главной поликлиники курорта можно наблюдать каждый день. По обе стороны дороги и на соседних улицах припаркованы десятки автомобилей, часто в нарушение правил. Но водители говорят, деваться некуда. Не каждый больной может преодолеть пешком длинное расстояние. Вот и ищут места поближе. И это при том, что буквально в 100 метрах располагается просторная автостоянка. Правда, согласно надписи на табло, она не работает. Мест нет, даже когда фактически они есть. Шлагбаум-охранник поднимают только для своих. Посетителям поликлиники въезд запрещен. Даже за деньги. Я сам инвалид в трубку. Подъехал на такси, не могу нигде встать. Нет подъезда, нет парковки. На казачьем рынке есть места, есть свободная парковка. Но они туда не пускают. То, что на казачьем рынке стоянка пустует, я считаю, что туда должны запускать, но не за деньги. Поскольку здесь находится поликлиника, подъезжают машины, привозят больных. Я, в частности, жену постоянно привожу сюда. Она инвалид. И мне нужно где-то стоять. На казачьем рынке не пускают, потому что вы видите, там написано какая-то служебная автопарковка. Здесь постоянно не хватает места. И люди выносили, когда подъезжают даже инвалиды. Знаки инвалидов три есть, но они постоянно заняты людьми, не инвалидами. У меня проблема, когда подъедешь к поликлинике, негде подвезти жену инвалида, негде остановиться. И приходится ее здесь высаживать, самому где-то стоять на соседней улице. Во время съемки охранник неработающей стоянки проявляет к нам интерес. Но на вопрос, почему парковкой не могут воспользоваться простые анапчане, ответить не может. Причину-то можете назвать, почему не пускаете? Вопросы не надо. А к кому? Принцип работы этого паркинга непонятен. Люди готовы платить, но, видимо, владелец считает, что лучше места будут простаивать, чем пустить сюда простой лед. А ведь здесь могли бы парковаться не только клиенты поликлиники, но и многочисленные посетители казачьего рынка. Они также вынуждены искать парковку на соседних улицах. Вот и выходит, парковка на крепостной – странный предмет. Она вроде есть, но ее как бы нет. Руслан Душевский, Анапа-регион. Крики хищных птиц последние дни могут слышать прогуливающиеся по театральной площади анапчане и туристы. Но беспокоиться не стоит. Голоса опасных пернатых звучат в записи из динамиков. Специальное устройство призвано отпугивать голубей. Успешен ли эксперимент, выяснили наши корреспонденты. Это специальный биоакустический прибор. Он имитирует голоса хищных птиц. По замыслу изобретателей, голуби, услышав эти звуки, должны покидать место постоянного гнездования и искать убежище. По словам очевидцев, первые дни работы девайса так и было. Стая моментально срывалась и улетала. Но через пару дней дружная команда вернулась вновь, полностью игнорируя мнимую угрозу. А между тем, проблема с голубями вполне реальная. Кроме того, что птицы могут являться разносчиками инфекций, отходы их жизнедеятельности превращают центральную площадь города в неприглядный вид. Впрочем, здесь анапчане разделились на два лагеря. Театральная площадь и голуби дикие – это два понятия несовместимых. Потому что из-за этого постоянно наше лицо, можно сказать, анапы, находится в таком неприглядном, грязном виде. Разве такая красота может засорять театральную площадь? Егор, иди сюда, скажи. Могут голуби засорять? Могут. Ну это красиво, когда они здесь кушают в руках? Да. Ну вот. Не знаю, моим детям нравится. Я прихожу сюда кормить голубей с детьми своими. Орнитологи говорят, что именно из-за любителей подкармливать птиц такая проблема и существует. И самый действенный способ избавиться от голубиных стай на площадях и в парках – это не вмешиваться в природу и позволить им самим добывать себя пропитание. Руслан Душевский, Анапа-регион. Конкурс инсценированной песни, которую традиционно проводит Анапский колледж сферы услуг, собрал почти на треть больше участников, чем в прошлом году. Об этом сообщили в руководстве учебного заведения. Финал мероприятия прошел на сцене Центра культуры Родина. Оригинальное прочтение известной песни Виктора Цоя. Она не про войну, скорее про ее предчувствие. Задача не просто спеть, а показать мини-спектакль. Из 20 номеров в финал отобрали 10. Количество участников у нас увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Молодежь неравнодушна, на какой земле жить. Молодежь наша хочет жить в мире. Молодежь наша хочет отстаивать границы нашего государства. И, естественно, наши молодые люди хотят служить в армии и готовятся к ним. Александр Зыкин учится на повара-технолога. Скоро предстоит пойти в армию. Мечтает поступить на флот по специальности. Спрашивал, то есть шанс есть. Можно, я, получается, на технолога учусь. Можно там оком. Потом и работать там же. Я считаю себя патриотом. Я люблю свою семью. Стремлюсь ее защищать. И также люблю свою родину и стремлюсь ее защищать. Владовец Тарас Сергеевич. Маргунов Александр Сергеевич. Так учащиеся колледжа приветствуют преподавателей, а также студентов, которые отслужили в армии. Патриотическая работа выстроена, выведена на хороший профессиональный уровень. И вот такие знаковые мероприятия, которые в этом году, мы можем наблюдать уже на городской, центральной городской площадке. Друзья, это достойно уважения, достойно хороших слов и больших похвал. От имени главы города Екатерина Боровская призвала сидящих в зале продолжать традицию, которой уже не один десяток лет. Такой конкурс – неплохой повод, чтобы вспомнить о подвигах, совершенных в том числе и на Анапской земле. Топная ночь, только в улице снестят по степи, только ветер путит провода, тушь по звездам и пересадят. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Дню Защитника Отечества и столетия Красной Армии Анапский краеведческий музей собрал в единую выставку более трехсот фондовых экспонатов – фронтовые документы, фотографии, денежные знаки, образцы оружия, а также военная форма и снаряжение. Экспозиция состоит из нескольких направлений – возникновения Красной Армии, времена Великой Отечественной войны и конфликты в Афганистане и Чечне. Главная тема – история возникновения и развития рабочей крестьянской армии в начале XX века. Большинство экспонатов взяты из музейного фонда. Часть представил военно-патриотический исторический клуб «Черномор». Каждый предмет уникален. На стендах можно увидеть как редкие юбилейные медали, так и образцы настоящего оружия. Интересные экспонаты – это наши музейные. Например, пистолет «Маузер» и револьвер «Смитвессон». И трехлинейная винтовка «Мосина» образца 1891 года. Она была предоставлена как раз военным клубом «Черномор» Андреем Коробковым. Ее можно как раз посмотреть. Это легендарное достаточно оружие, которым мы пользовались и до революции, во время революции и даже во время Великой Отечественной войны. Приходилось некоторыми этими видами вооружения пользоваться. На выставке можно познакомиться и с подвигами героев анапчан. Истории жизни и смерти Виктора Амелькова и Вячеслава Евскина представлены на стендах, посвященных войнам в Афганистане и Чечне. Большой интерес у посетителей вызывает форма военного времени. Снаряжение советских солдат, военно-морского флота, танковых войск, казачья черкеска. Такой вот старенький китель – это вообще 30-е годы, то есть когда еще даже погон не было. А он нам дорог не только тем, что он такой старенький и 30-х годов, а он еще и дорог тем, что этот китель носил когда-то полный кавалер Ордена Славы Петр Коваленко, который у нас уроженец Станицы Гостогаевской. Будем рады посетителям, которые придут на нашу выставку, и много интересного для себя узнают. Выставка «На защите Отечества» продлится до сентября. Вход бесплатный. Следующую экспозицию посвятят 75-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. На стройке в Анапе в ходе рейда обнаружили 16 иностранцев, нарушающих миграционное и трудовое законодательство. Мужчина утверждает, что готовит пищу для товарища. То есть формально никаких работ, связанных со строительством, не выполняет. Документы на патент сдал. Однако его история вызывает вопросы. Мероприятия проводят сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Анапе совместно с представителями отделения ОФСБ России, Роспотребнадзора и Анапского районного казачьего общества. В этот раз они заехали в один из строящихся объектов. Судя по обстановке, иностранные рабочие живут здесь. На 16 человек пришлось в общей сложности 25 административных протоколов. У большинства незаконное пребывание в стране сопровождается нарушением трудового законодательства. Начато административное расследование. Пока же решением Анапского городского суда на каждого наложен штраф в размере 2000 рублей. Они направлены в Центр временного содержания иностранных граждан, откуда будут выдворены за пределы России. Представительство Федерации боев без правил теперь будет и в Анапе. В эти выходные в городе-курорте впервые были проведены первенства и чемпионат Краснодарского края по смешанным боевым единоборствам. 120 спортсменов из Краснодара, Новороссийска, Сочи и других городов края сошлись на ринге в схватке за место сборной команды, которая примет участие в состязаниях Южного федерального округа. В этот год у нас знаменательный тем, что мы впервые принимаем в нашем городе именно вот такой вот форум – это бойцы ММА, которые будут сегодня выступать на нашем ковре, на этом ринге и будут завоевывать честь выступать на первенстве ЮФО, отстаивая интересы нашего Краснодарского края, как бойцы, как спортсмены. В Краснодаре Федерация ММА существует уже несколько лет. Для Анапы это новое направление, но его намерены также активно развивать. На чемпионате Краснодарского края Анапу представил один боец, но ему удалось занять одно из первых мест и получить путевку в сборную края. Наш спорт популярен в крае, мы планируем его и дальше развивать, объединять клубы, потому что очень много клубов, которые занимаются развитием нашего вида спорта. Не всегда получается, что они входят в состав нашей федерации, поэтому наша задача увеличить количество и клубов, и занимающихся в Краснодарском крае, в том числе и в городе Анапа. Победители турнира представят край на чемпионате Южного федерального округа в конце марта. Сейчас в Анапе проводят семинары и мастер-классы действующие бойцы лучших лик мира. В будущем на курорте планируется организовать базу для тренировки и сборов. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Рассрочка оплаты.